Если бы мы думали, что не получится, мы бы там не развивались. Сейчас мы только Русал строят несколько технологически новых, экологически чистых и современных производств. Я знаю, что другие предприятия таким же образом связывают свои надежды и чаяния с этим регионом. Поэтому у меня есть полная уверенность, что у этого региона, большого региона Сибирь, есть хорошее будущее. Что касается, что мы думаем и по отношению к стратегии, мы сегодня ее здесь обсуждаем как начало. Коллеги уже сказали, что Сибирь мы рассматриваем не здесь и сейчас и даже не инвестиционный цикл освоения того или иного месторождения. Это не 7-8 лет, а в долгую. Это 20-30 лет, потому что именно на этот период можно рассчитывать возврат и окупаемость тех вложений, которые необходимо сделать не только нам, как инвесторам, но и государству, а также нашим иностранным партнерам, кои остались. Что интересно, сейчас происходящий разворот на восток – это переориентация сырьевых потоков. Только сырье мы сейчас и сборочные производства от Европы к Китаю переориентируем. Но, смотрите, за последний год компании перенаправили в Китай нефть, газ, уголь, древесины и металлы на 30% больше. На 30% больше. Это, смотрите, а поставки из Китая в Россию, того самого оборудования, которого нам не хватает с закрытием экспорта Европы, возросли на 70%. То есть к нам завозят то, что переработали, ну, то, что добыли здесь и переработали там. Автомобильный рынок только на китайские марки в мае 2023 года характеризуется тем, что 40% – это продаж новых автомобилей китайских марок. А год назад это было 6%. Какая тенденция? И мы понимаем теперь, исходя из того, что мы завозим и даже здесь покупаем, что нам нужно производить. И учитывая, что рынок-то, ну, местонахождение географической Сибири дает возможность рассчитывать на рынок более 4 миллиардов человек. 4 миллиарда, вдумайтесь, такого географического положения нет. Что мы имеем в результате? В результате мы имеем… вернее так, в результате мы ничего не имеем, потому что у нас нет транспорта, у нас нет энергетической инфраструктуры, именно инфраструктуры, потому что энергетики у нас достаточно в потенциале, а энергетическая инфраструктура, способной обеспечить всю Сибирь и все производства этой энергетикой, у нас нет. Если говорить, мы сейчас были на сессии УЭЗов и ТОРов, те самые экономические модели, которые 10 лет назад дали возможность Дальнему Востоку развиться, Северному Кавказу и многим другим территориям нашей страны. К сожалению, мы это не начали 10 лет назад в Сибири. Сейчас бы мы не имели такой проблемы, как с пропускной способностью восточных переходов, даже по поставке угля сейчас, наверное, расскажут нам эту проблему, но мы не имеем возможности перерабатывать те металлы, которые у нас есть. В Сибири находятся значительные запасы таких металлов, как никеля, марганца, золота, свинца. И мы знаем, что это более тысячи месторождений. Тысячи. Это больше, чем в любом другом регионе нашей страны. И более 80 видов рудных и нерудных полезных ископаемых. Что это значит? Это значит, что, имея до 70% потенциала гидроэнергетики в Сибири, мы сейчас не можем перерабатывать даже 6% того, что мы добываем. Это же не показать. Ну, то есть, этим показать нельзя гордиться, его надо скрывать и умалчивать. Но нам приходится это рассказывать, чтобы привлечь к этому проблеме какое-то внимание. Мы сейчас, Сергей Геевич, говорили, что нужно для того, чтобы развить Сибирь. Дать денег и не мешать. Ну, вот как-то так, потому что очень много мы сейчас говорим о необходимости, но та стратегия, которую мы сейчас приняли, которой будем следовать, она нуждается в детальном ее прописывании, потому что в ней нет мер и способов, какими же мерами и способами мы будем это делать. Наверное, это будет детализация плана, наверное, это будет какая-то, скажем так, выстраивание стратегии в том плане, чтобы там появились ответственные суммы, сроки и результат, которому в течение этого срока необходимо прийти. Пока, к сожалению, ну, давайте согласимся, там этого нет. Пока это набор таких вех, которым надо прийти в общем и в целом. Что касается работающих производств, да, мы сейчас понимаем, вот когда я назвала эти цифры, которые мне, любезно, коллеги предоставили, что этот объем полезных ископаемых перерабатывается у нас до полупродукта. Естественно, у нас, мы не можем похвастаться большим кластером автомобилестроения, да, которые у нас есть в отдельных регионах, и, спасибо, стараются губернаторы его поддерживать, но для этого нужен очень большой потенциал, человеческий потенциал, хотя транспортный потенциал, энергетический потенциал, и, естественно, нужен рынок сбыта, свободный рынок сбыта, который характеризуется только упрощением таможенных процедур. Как юрист могу сказать следующее, что одной из первых бы мер явилось подписание двухсторонних соглашений с такими странами, которые являются для нас сейчас дружественными, а у нас сейчас их нет, я имею в виду этих соглашений, это Индия, Китай, Пакистан, Индонезия, Малайзия, Вьетнам и странами Африки. Потому что, если нам не заключить соглашение о торговле, о поддержке инвестиций, о рассмотрении споров, о применении валют с этими странами, в том числе особенно цифровых валют, о которых мы тоже все сейчас говорим, но до настоящего времени у нас нет единого законодательства, регулирующего даже внутри страны этот вопрос. Поэтому с этими странами именно на это надо направлять сейчас. Если мы не можем быстро построить дорогу, то хотя бы договор, то хотя бы о деньгах мы можем договориться быстро. Потому что это всем понятно, для этого не нужны специфические знания. Что касается транспортной инфраструктуры, потому что Сибирь характеризуется отсутствием транспорта, ну, как я уже сказала, и сетей для передачи энергии, любых причем газовых. Газификация Сибири — это вот отдельный вопрос, коллеги еще скажут. Что касается транспорта, нам необходимо, как мы для себя наметили, около семи лет, для того, чтобы обеспечить полностью транспортную и энергетическую развитие Сибири. Семь лет — это как раз тот период, когда у нас сырьевые производства... Спасибо большое. ...согласно нашего законодательства, могут развернуться в полную силу. К сожалению, законодательство в данном случае Российской Федерации пока не ориентировано на время. Мы сейчас говорили, когда о свободных экономических зонах, там есть три критерия. Там есть критерии деньги, там есть критерии рабочие места, создаваемые при организации этих преференциальных зон. И, к сожалению, нет в качестве приоритета критерия времени. А я предложила бы сделать его основополагающим. У нас сейчас есть деньги. На самом деле многие инвесторы не знают, куда их вложить. У нас сейчас нет необходимости создавать такие высококлассные рабочие места, потому что на уровень безработицы не то, что упал. У нас недостаток кадров. Нам нужно людей завозить. Зачем нам критерии создания рабочих мест в качестве точки отсечения? Надо меняться в этом плане. Нам нужно критерии времени вводить. Есть ли инвестиционные проекты? Вы помните, Браунфилд, Гринфилд — наше любимое название с той жизни. Если сейчас этот инвестиционный проект не укладывается в период 7 лет, значит, его надо как-то выводить из преференциального режима. А все, что укладывается в этот период, создавать ему максимальные меры поддержки и по времени его толкать. В ручном режиме, в ножном, каком угодно. Как это угодно называется. Но предоставляя даже длинные деньги, мы все время говорим длинные деньги в качестве инвестиций для управляющих компаний, но на самом деле длинные деньги для инвесторов не менее важны. А сейчас механизмы компенсации и сдержек на инфраструктуру развиты только на Дальнем Востоке. Почему бы их не распространить на Сибирь? Ну, почему? У нас инфраструктура еще дороже, чем на Дальнем Востоке на самом деле. Им до Китая рукой подать, а нам до туда еще надо дотянуться. Через Монголию, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан. Нам в Иран надо ехать, нам надо создавать параллельные, ну, как бы, Трансиб 2.0, параллельные железнодорожные пути, выходить на их порты. А мы этого не делаем. Поэтому я думаю, что вот те предложения, которые бизнес попросил включить Минэк в этот план, о которых я только что говорила, это транспорт, это длинные деньги, это заключение юридических соглашений с нашими партнерами иностранными, мы отдадим и думаем, что они найдут там такое, скажем так, не просто отражение, а будут конкретные сроки, суммы и цифры для того, чтобы ее реализовать. А со своей стороны хочу сказать, что предприятие «Русала» сейчас одно из таких самых диверсифицированных предприятий с точки зрения конечного продукта. Мы вкладываем большие деньги и не только в инфраструктуру, но и в последующие переделы переработки. В нашу зону внимания подпадает и наука, потому что мы понимаем, что переработка наших металлов, вот здесь Евгений Викторович Никитин, генеральный директор «Русала» находится, мы заключили много соглашений в области науки и образования. Мы понимаем, что без, скажем так, научных, ну, открытий российского плана по переработке нашей продукции мы не создадим следующий предел переработки. Нам никто это сейчас не принесет, не даст, не подарит, даже не продаст. Не будет той самой добавленной стоимости, ради которой вся продукция наша и производится. Мы хотим ее оставить здесь, хотим оставить людям, чтобы встроилось жилье, медицинские центры и спортивные центры. И привлекался народ, потому что недостаток в рабочей силе в Сибири колоссальный. Ну вот коротко так. Субтитры подогнал «Симон»